ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ребятушки! Начинаем четвертую серию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заехал на эту заправочку. Ну, что-то сейчас тут рук 25. Очень дорого. Сейчас мы поедем на другую заправку. Ну, я посидел, тут журок поел. Третью серию смонтировал. На 40 минут она получилась. Вот. Начинаем четвертую серию. Затем поверните направо. У нас сегодня все без изменений. Третье августа. Поехали. Сейчас вам покажу. Здесь есть заправочка одна. Про нее мало кто знает. Ну, местные знают. Это вроде большая такая парковка. С парковкой большой. И все на нее тут скидка написано там. И так далее. Только раньше тут было по одному евро. А сейчас вот, евро 25. Если вам видно, вот, смотрите. Евро 25. А, ну, нам сейчас в слотах, а потом в евро показывать. Евро 25. Это дорого. Все-таки какую сумму мы можем и в Чехии-то заправиться. А зачем нам до Чехии тянуть? Здесь есть еще одна заправочка. Вообще, незрачная такая. На ней должно быть подешевле. Вот здесь евро тоже. Евро 25. 5,59. Даже евро 26. 5,59. В злотах евро 26. А здесь вот дальше едешь, будет город. И будет заправка. Что-то потеплело. Прям так это хорошо. Вот, Карифур, магазин. И там Карифурская заправочка. Все-таки с трубовым движением. Снимите, когда не есть. Она такая совсем прям незрачная. Ее и не видно. Ну, фур на нее не заедут, понятное дело. Она маленькая. Вот сколько там. Пока. Ценника не видать. Надеюсь, там так. Так, 5,59 было. Потому что, я надеюсь, здесь подешевле. Хотя, кто его знает. Ну, как я и говорил, на ней дешевле. 5,29. А там было 5,59. Через 150 метров плавный поворот направо. Вот она цена. Дешевле точно не найти. Все, заправляем полный бак. Поехали. Сейчас полный бак нальем. Ну, литров 70, по миссии точно. А. Литров 60, tá. Все, смотрите. А, конечно, здесь подходит. Да. princess, не importante. Да. Он. Спасибо. Спасибо. С смотрите. Это мастер-леза. Мастер-леза. Виталий. 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 Все, заправились. Это приграничный городочек. Вот по круговому, если прямо, то тут буквально 100 метров и Германия. Так что тут одни немцы тусят. Они тут затовариваются, соляркой заправляют, чтобы подешевле было. А налево сейчас свернем Чехия. Вот туда сейчас направо раз, и все, это и в Германии. А мы поедем прямо в Чехию. Залежайте с перекрестка с круговым движением. Затем плавный поворот направо. Вот у нас тут прямо наша Чехия. Все, заправился. Да полна. Опять трактор. Ёкси-мокси-то. Опять трактор. Не повезло нам. Ну ладно. Так, время у нас 11.50. Три часа ехать осталось. А, трактор налево. А мы поедем направо. Впереди горы виднеются уже. Чешские. Пока мы едем побольше. С правой стороны у нас Германия. Скоро будет Чехия. Ну, тем временем въезжаем в Чехию. Это вот еще польский городочек. И через 400 метров будет Чехия. Винетку нам надо будет делать на 10 дней. Сейчас посмотрим. Я что-то забыл. Здесь где-нибудь есть винетки-то. Или дальше. Ну, до первой заправки, в общем. Так, вон те дома впереди. Это уже Чехия. Вот она граница. Вот тут контор. Это обменник. Вот она. Чешская республика. Ох, ох. Так, нет тут нигде винеток. Ну, в городе бесплатно. Сейчас на первой какой-то заправке должны делать. Ну, до автобана будет бесплатно. У них платные только автобаны. Все, едем, ищем винетку. А то ай-ай-ай. Штрафы не маленькие, если без винетки. Ну, у нас проблема. Начались чешские серпантины. И у меня как назло тяга опять пропала. Опять что-то засвистело, зашипело. Вообще не едет. Расход 25 показывает. Сейчас вот мы спускаемся уже с серпантина. Нормально. На нейтралочку. Ой, блин. Вот. Будем смотреть. Может, как-то трассы в Екатеринбурге. Этот патрубок этот верхний, блин. Ну, это теперь надо, когда машина остынет только. Ладно уж. Проедем. Завтра утром тогда уже машина остынет. Буду смотреть. Залезу я туда. Нет. Чтобы этот патрубок посмотреть. Потому что опять он там свалился. Потому что в Австрии и там в Италии нас ждут еще и дрюни серпантины. Это ерунда. Так что вот надо будет поглядеть. А так вот чешские красоты. Горы. Деревушки. Это не такая великая проблема, в принципе. Я уже привык к этой не тяге. У меня постоянно фигня с этой не тягой. То тянет, то не тянет. Фиг поймешь. Так что, в принципе, я уже привык. Дотянем. Выгрузимся. Потом налегке пойдем. Нормально все будет. У нас в горочке хорошо-то. За мной там колейка выстроилась. Я в подъем. На третий поднимался. Сейчас ребятушки едут такой. И на встрече едет газель. С чешскими номерами. Я обалдел. Блин, что тут газели продают, что ли? А где ж он тут обслуживается-то? Ну, наверное, тогда получается, если продают, знаешь, есть, наверное, автосервис. Я фигу знаю. Это вообще офигеть. Газели я еще здесь не видел. Такая бортовая газель. Этот Next. Не совсем, ну, не старая. Вот это именно газель Next. Ну, эти горы какие. Чешские. Ну, пока мы с горочки. С горочки хорошо. Там на нейтралочке, чтобы движочек остыл, отдохнул. Да стопудово эти патрубки мне мозгать делают. Не знаю, я приеду. Еще поснимаю все патрубки турбинные. И надо новые купить и поменять их. Сейчас туда они, может, задубели и соскакивают, что ли подсасывают воздух. Даже шипение появляется, и все, и тяг пропадает. Получается, как подсос воздуха идет. А он может только быть в этих гребаных патрубках. Так что разберемся, ладно. Едем, пока едем. Осталось там 209 километров. Ну, подсчитаю 200. Сейчас на автобан выйдем. Там на первой заправочке скупим виньетку на 10 дней. Потом в Австрии тоже виньетку на 10 дней. И они нам на обратную дорогу тоже хватит. Как раз. Туда-обратно. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением. Идем на третий выезд. Все, ребятушки, сделал виньетку чешскую на 10 дней. Они сейчас теперь электронные, как я говорил. Раньше на стекло лепили. Сейчас все электронное. Вот так оно получается. 310 крон. 10 дней. Можно ездить 10 дней по всей Чехии. Все, поехали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завод Шкода. По Чехии едешь, очень много замков. Но их не видно бывает с дороги. Но вот вывески висят. Замок такой-то, замок такой-то. Замков тут много. Сейчас вот мы уже подъезжаем, получается, к Праге. Прагу обойдем. И там, в принципе, будет 100 километров до близения. Заскочим на завод быстренько. Все, купим. И дальше поедем. Ну, сегодня, наверное, в Австрию зайдем. Ну, знаю, может, до Вены дойдем там. Ну, до Кузы дойдем, а тут дойдем. И баньки. Вот, а завтра уже тогда поедем в Италию. Ну, все, Прагу проходим. Ну, мы так ее окраиной. Вон, украинцы впереди едут. Можно так сказать, так, по объездной мы ее пройдем. Погода наладилась. Пришлось вторую зону климат-контроля открывать. У меня уже 35 в салоне. Все, пошла жара. Приближаемся к Италии. Пошла жара уже. Ну, вечерком будет нормально, я думаю. А что, у нас время уже получается 2 часа дня. Уж нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятки, опять мы на заводе. Пойдемте прогуляемся. Вот этот старый. Вот этот корпус у них. Вон это водонапорная башня. Воду брали. А вон там стеклянный. Это новый уже корпус. Я показывал, в принципе, это когда экскурсии было. Экскурсия вот отсюда начинается. И потом пошли-пошли. Тут прошли все. И потом на сам завод. А вот с правой стороны тут магазинчик сувениров. Ну, в нем как раз и заканчивается экскурсия. И вот тут стоят телеги, на которых сначала возили. Потом уже вагон. Все, идем сейчас. Закупимся и поехали. Все, уезжаем. Зене. Зашел на завод. Поедем мы другим маршрутом. Через Германию, в общем. Здесь вроде там поменьше серпантинов будет. Аж стяга сейчас совсем уже пропала. Не залезу за тем по трубкам посмотреть. За рука мне не пролазит. Вот, так что это. Едем сейчас на Мюнхен. И как бы верхом Италии сначала. Потом вниз уйдем. В общем, остается нам получается 1090. Ну, это до места выгрузки. Но мы с вами поем до Римени. Ну, сегодня дойдем там, может быть, где будет уже с Германией в Австрию. Вот, и там и заночуем. А завтра уже до Римени не доеду. Здесь я решил не оставаться. Вблизень, то бишь. Там, может, что здесь делать. Поехали на Мюнхен. Сейчас будем проезжать опять. Все поля засеянные хмелем. Потом тормозимся. Диагностику подключим. Посмотрим, какие ошибки, если есть. Не зря поехал тут окульными путями до Германии. Заправочка была порог 16. В общем, дозаправился. Сейчас расход большой. Сейчас будут горочки всего в Германии. Не серпантины, но горочки. У меня сейчас это не тяга. Расход большой. Так что хоть порог 16 заправится. В Германии вот даже таких цен нет. В Австрии еще можно найти. И то, если где-то в городочке каком-нибудь. В Германии точно сейчас и в городочках не найдешь. Дешевле руб 20. Вот. А это порог 16. Заправочка такая Оно называется. Ну, я ее так называю. Оно. Она ОХ. Охо, как она там фигу знает по их-то, по-чешски. Она в Плезене есть. Тоже руб 16. Вот. И вот здесь вот. Вот таких вот дорожках. Лесных. Оказалось. Заехал, да заправился до полного. Каждую копеечку надо экономить, стараться тоже. А как еще? Если посчитать, сколько уходит на солярку денег с этими ценами. А особенно если мы еще и куда мы едем. Это в Италию. Где там руб 80 за литр. То это просто пипец. О, высветился я номер мой. Превышение. Да пошли ни нафиг. С самим превышением. Пускай штрафуют. Я в Чехии пока больше не собираюсь. Ну, наоборот, ну, типа, я буду здесь же ехать. Ну, не здесь, там, низом. Через Бурно. Ничего страшного там, в принципе. Ну, хорошо, там, ну, 50 евро максимум штраф. Попал, даже попал. Че ж теперь? Отвлекся немножко. А тем временем, можно сказать, приближаемся к Германии. Узенькие такие дорожки здесь. Пипец. Это нормально. В Италии тоже такие, во Франции такие жуткие. В Германии есть тоже, если не автобаны, то они тоже такие жутенькие. Через деревушки всякие идут. Маленькие городочки. А тем временем немецкая граница. Тахабука я не заполнил. Че, будем рисковать? Я же не планировал через Германию-то ехать. Че-то про Тахабука я забыл. Сейчас уже поздно. Всем доброе утро, ребятушки. Ох, время у нас 6.40. Сегодня у нас 4 августа, среда. Находимся мы с вами на границе с Австрией. Дождик идет, хотел с патрубком разобраться. Патрубок, скорее всего, у меня где-то подтравливает. Но всю ночь шел дождик. И вот сейчас проснулся. Тоже идет дождь. Места здесь красивые. Такая парковочка здесь в основном эти автодома останавливаются. Вот. Сейчас покажу вам. Горы здесь шикарные, в общем. Ну, дождик идет, правда, погода подвела. Ну, сейчас будет, по идее, налаживаться ближе к Италии уже. Сейчас мы с вами поедем в Австрию, будем заходить. Сейчас пойдем виненточку сделаем. Здесь на заправке где-то делают. И пошуровали в Австрию. Ну, по Австрии там километров сто, наверное. Вот. И мы заходим в Италию. И у нас сейчас будет все по Австрии. Будут горы, горы, горы. По Италии тоже будет, где-то половина Италии будет горы. Потом уже равнина пойдет. По побережье там уже пойдет. Сейчас мы едем с вами в Римине. В Римине там пару дней отдыхаем. Вот. И с седьмого на выгрузку и в обратку. Так что вот так вот. Давайте сейчас покажу вам горы. Парковочку такую. Вот, ребятушки, проснулся на парковочке. А тут видите, какая красота. Немецко-австрийские горы. Вот там уже Австрия. Тут осталось где-то 20 километров до Австрии. Сейчас и мы поедем туда. Тут сплошные автодома на стояночке. Но все немцы едут в Италию на море. Дождик, правда, идет. Всю ночь шел. И сейчас идет. Ну, там ближе к Италии закончится дождик. Там плюс 40 уже. Здесь горы. Частые дождики. Все, едем снимать красоту. Теперь будет везде сейчас красота. По Австрии, по Италии. Горы, горы, горы будут. Идем делать виньетку и поехали. Ну что, ребяточки, купил виньетку. В Австрии все по старинке. Клеить на стекло. Я думаю, наверное, они только в Австрии остались. Потому что уже везде все на электронные перешли. То бишь это делается вот так. Сейчас ничего я не посмотрю, не поменяли. Ага. Все, клеить. Либо здесь, либо вот здесь. Все понятно. Что-то отрываем. На 10 дней она мне хоть дала. Восьмой месяц. Ну да, должно быть 10 дней. Пятая, шест... Третья, четвертая. Сегодня четвертая, да. Все правильно. Так, сейчас мы ее оторвем. Да что ж тут? Что тут вот так? Опа, вот она. Раз только. И как меня научил Чех, чтобы они электричеством отклеивались. Вот так надо. Раз. 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 А потом клеить. И они говорят, отрываются туда лучше. Давно мне Чех так научил. Вот сюда вот, да. О, и не прижимать главное. Все, этот сохраняем тоже. Сюда ее. Все, 10 дней можем по Австрии ездить. По всем дорогам. Стоит это, как и раньше она стоила, 9,50. Ну, 10 евро, грубо говоря. Все, поехали. Ну, такие виды открываются, ребятушки. Ну, дождь пошел. Вам, наверное, плохо видно. Горы, 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 горы. Сейчас будем въезжать в Австрию. И будут сплошные горы, горы через всю Австрию. Потом Италия начнется опять, будут горы. И только где-то с середины маршрута уже пойдет равнина. Потом побережье. Так все будет горы, горы. Сейчас погода, я надеюсь, наладится. Ближе к Италии. Поснимаем. А так едем, пока едем. Ну, даже хорошо, что мы поехали этой дорогой. Получается, туда мы едем одной дорогой, и обратно будем все-таки ехать уже другой дорогой. Будет что новое постимать. А то бы ехали бы туда бы одной дорогой и возвращались бы обратно той же. Ну, красоты здесь, конечно, да, это все уже, блин. Австрия, это вот Швейцария. Австрия, Швейцария. Вот Италия вот здесь, которая тоже красота. Горы. Ну, облака даже. Ниже гор. Дождик немножко заканчивается. Мы уже прям подъезжаем к Австрии. Осталось 20 километров. И будет Австрия. Войдем в Австрию. Не знаю, камера передаст вам город, не передаст. Но я постараюсь по возможности останавливаться, конечно же. Там бывают такие съездки, как я говорил. Можно съехать. Ну, главное, чтобы дождя не было. Потому что, ну, в дождик как бы снимать, конечно, не то. Вот так что, вот такие здесь красоты. И Arntz. По-другому. Дождик. Продолжение следует. В. тоже интересный факт здесь смотрите мы идем с вами по германии а вот эти вот горы это уже австрия там речушка это разделяет получается австрию германию так что так вот вот та деревушечка это уже австрия не германия а здесь от германия входим в облачность работаем по приборам облака какие тут низкие в горах она речка горная которая разделяет австрию германию с левой стороны но и не видно там в низине и уже подъезжаем границы 6 километров осталось так вдоль австрии идем все въезжаем в австрию вот такая тут граница сейчас послал глава чтобы ментов не было потому что съемка запрещена фуры правее встают мы пойдем так вот такая вот граница да он там что-то мигает у них 7 план до 7 спонтон здесь едут свыше там все выключусь то полиция здесь бы хотя нет чуть никого утра еще не проснулись все ребятушки мы в австрии что может быть подписчик один дмитрий просил по 4к поснимать особенно пейзажи всякие может эту серию закончим переключимся на 4к подумаю сейчас едем пока крепость ребятушки проезжаем завидно вам нет дождик опять пошел с левой стороны на разве что крепость какая-то лоховатый видно поворачиваем туда дождик никак не хочет покидать нас на этом не видно крепость за деревьями здесь не видать все движемся по австрии в сторону города инспрок вот она крепость пошел подъемчик затяжной очень большой мост такой высотой на метров 200 сейчас по нему будем ехать не успел застять до дождик идет пока я 95 и кое-как вытягивает вытягивает она у меня вам чтобы никто меня не просадил вот он мост видите шикарный мост высотой на метров 300 дождик пока все мешает снимать пока тянет тянет машина тяжело тяжело 90 и в горочку идем но идет 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 главное чтобы никто не просадил Ниву сейчас видел на австрийских номерах он тоже не стал снимать потому что вообще ливень был сильнейший вообще ничего не видно было нет смысла снимать все мост красиво прошли ну да видите дождик идет сильный сейчас уже не сильный а шел вообще прям такой дождик сильный не получилось поснимать сюда мы сейчас чуть-чуть все подъем еще идем подъем 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 затяжной подъем сейчас будет туннель надо в общем будет сюда вот а то они сейчас нам просадят в туннеле это все подъем все сильнее 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 подъем начинается в гору какую-то забираемся елксель моксель ну пока машинка идет 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 но тяжело прям тяжелее 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 становится давай 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 вот такой вот подъем ну если есть подъем значит есть спуск одно радует если есть подъем значит есть и спуск но пока вот подъем только эх тут поворот такой просадил меня все таки да все тут еще сильнее подъем и я просел тогда давайте за этим все сейчас переключимся ну 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 платка да пла . 10 евриков ёксель моксель слегка в ушки а сколько с меня возьмут сейчас посмотрим до 10 евро в общем до трех с половиной тонн со всех берут по 10 евро как бы так вот вот такая вот платка здесь еще ну видите еще и туман вообще поснимать не дает вообще ничего не видно все до Италии остается 20 километров останавливаемся на заправочке заправляемся съехать в город никакой не получилось но все равно здесь будет подешевле чем в Италии ну я думаю евро 40 хотя бы будет сейчас посмотрим ну в Италии вообще евро 85 на автобанах ох ты евро 60 дороговато дороговато ну что сделаешь евро 62 да блин ну здесь больше не будет уже нигде надо дозаправиться до полного и поедем дальше уже в Италию ну чуть машинка отдохнет потому что очень сильно напряглась она конечно опс а вот дизель все есть дизель все заправляемся отдыхаем немножечко обедаем